Всем привет! И сегодня у нас будет обзорный выпуск. Мы поговорим о книгах. В прошлую среду я хотел провести с вами прямой эфир. Думал, будет интереснее проводить прямые эфиры, в которых разбирать живую разные книги, которые я прочитал. Но, к сожалению, он не пользовался у вас популярностью большой, поэтому я понял, что вы, наверное, не готовы пока к прямым эфирам, поэтому предлагаю остаться пока в старом формате, просто делать обзоры и обсуждать их в комментариях. В чатах я вижу тоже активности особо нет во время премьеры. Поэтому будем по старинке. И сегодня я хотел бы представить вам одну книгу, которую я прочитал достаточно давно, просто не было времени делать на нее обзор. Книга интересная, я думаю, у всех вас она особенно задействует своим названием. Называется она адыги в Северном Причерноморье. И, как вы поняли, в этой книге пойдет речь о том, какие следы именно адыгов, черкесов, кавказских народов, именно вот этой языковой адыгов Абхазской группы, ученые, какие из этих следов ученые находят на территории Северного Причерноморья. Ну, преимущественно сегодня Украина. О книге. Автор книги Олег Губинок, доктор наук. В Киеве он работает старшим научным сотрудником, заведующим отделом Евразийской степи Института Востоковедения имени Крымского Академии наук Украины. И Олег Губинок, в общем-то, не просто так взялся за эту тему. У него есть предыдущие книги и статьи, в частности, замечательная книга, которая посвящена, такая монография, посвящена ираноязычному населению на территории степей, которые относятся к современной территории Украины. В частности, это ясы, вот те самые, бродники, вот эта вот вся история, в которую очень часто погружаются те, кто хочет найти корни, например, того же казачества. И вот здесь как раз-таки это исследование, оно логически продолжает предыдущее. Олег Губинок сам, в общем-то, говорит о том, что он немало общался с учеными, кабардинскими учеными в данном случае, кабардинского госуниверситета, и не только. В частности, сама эта книга, она выпущена под ответственной редакцией знаменитого ученого Боразби Бгожнокова, который вот совсем недавно, к сожалению, умер. И Боразби Бгожноков, он сам по себе очень мощный этнограф, очень сильный, это именно такая международного уровня школы этнографии, не регионально, со всеми вот этими вот нюансами. И, естественно, это придает книге определенный вес серьезный достаточно. И как сказал Олег Бубинок в предисловии к этой книге, разные вот эти параллели, связи, о которых упоминали кабардинские ученые, с которыми он общался множество раз, вот навели его на мысли покопаться все-таки поглубже в топонимике, лингвистике, в истории Северного Прочерноморья с точки зрения поиска следов адыга-бхазского какого-то субстрата населения, то есть этой культуры и языка. И я считаю, что ему удалось это сделать, книга достаточно такая объемистая, семь глав, и по каждой главе представлено гигантское количество самых разных источников, ссылок на самых разных ученых из смежных степеней, лингвистов, артологов, историков, культурологов и так далее. То есть это такое обстоятельное исследование с разных сторон, очень осторожное, то есть он не делает каких-то прям критических выводов, что не утверждает что-то, а говорит, ну вот если у нас спорный вопрос, то посмотрим, какая сторона какие аргументы приводит и попробуем из этого сделать какой-то общий вывод. Вот я предлагаю сейчас поговорить о всех тех основных выводах, которые сделаны в этой книге по семей главам ее. А уже подробнее, если вам захочется, вы можете ее прочитать, найти ее легко в принципе в интернете. В магазине я ее не сильно видел сейчас, в сети она как научная монография представлена на сайте Академия Эдюкейшн на страничке Олега Бубенко и там ее можно скачать в общем-то бесплатно. Сам автор ее выложил как научный труд для вас. Итак, поехали. Первая глава логически относит нас к временам самым древним, самым давним. Это вот этот субстрат каменного века, еще бронзового века. И здесь он приводит во многом именно археологов данные и лингвистов. Другого мы не имеем, письменных источников в то время не было. И здесь, если в совокупности оценить эту историю, конечно, он упоминает о циркумпантийской зоне так называемой, то есть медный бронзовый век, который культурно объединял вот эти вот разные народы, проживавшие вокруг Черного моря, с центром Болгарии, с центром на Кавказе, это майкопская культура. И, конечно, все эти следы, они видны в этом древнем субстрате. Ну, по крайней мере, они аналитические и раннебронзовые майкопской культуры следы, они прослеживаются вплоть до среднего течения Днепра. И здесь очень важный момент есть, который автор упомянул, о котором он не забыл проговорить. Смысл в том, что известно сегодня в науке, что доиндоевропейское население Европы и Северного Причерноморья, и Кавказа, это население, говорившее на неких, то есть генетически относящиеся к единой какой-то базе, G2, это аллель, которые встречаются сегодня на Кавказе, как раз таки, во многом. И на Северо-Западном, причем. И второй момент, что есть такая вероятная гипотеза о том, что языки этих народов, которые проживали доиндоевропейской Европы, они относились к ветве сино-кавказской вот этой шировой гипотетической ветки, в которой включаются в том числе и кавказские языки. И в книге автор делает правильное заключение о том, что из-за недостатка источников на сегодняшний день мы не можем точно сказать, откуда вот эти следы в топонимике, в лингвистике, в археологии, в археологических вот этих вот объектах кавказских появились здесь, именно на территории Северного Причерноморья. То есть то ли это население изначально там жило и индоевропейцы туда пришли, их ассимилировали, то ли индоевропейцы там жили и из Кавказа какая-то группа переселялась туда, то ли это вообще что-то сложное, такое смешение какое-то происходило многоуровневое. Да, мы действительно имеем охотки на сегодняшний день на майкопской индиотической культуре в Северном Причерноморье. Это вот явный факт присутствия, но присутствие полноценного или это торговцы были, это вот такой пока еще спорный вопрос. Так что здесь есть куда копать. Опять же есть определенные следы, о которых мы поговорим еще в самой последней главе. Вторая глава, она относится к периоду появления Зихов, то есть это ранее античный период на Кавказе и период великих переселений народов, великих миграций, это 5-6 век. И здесь все достаточно просто, то есть автор, изучив множество источников, говорит о том, что полноценных каких-то сведений или следов миграций с Кавказа на Северном Причерноморье вот в эту эпоху нет, их не прослеживается. Есть небольшая такая версия о народе сагдийцев, которые сагдей основали в Восточном Крыму и некоторые пытаются выводить происхождение этого народа от кавказских народов, в частности, от игоабхазской группы, но изучив множество источников, автор приходит к выводу о том, что на самом деле эта теория, она не доказана, нет каких-то явных свидетельств в пользу ее, а зато масса свидетельств в том, что это ираноязычный народ был и, соответственно, здесь никакой связи мы не видим. Третья глава называется Касоги и Зихи на границах Хазарского каганата, то есть это уже раннее средневековье, Хазария большая вот эта на Северном Кавказе. И то, о чем мне однократно говорили разные ученые, здесь во многом, изучив их, Олег Винок пришел к тем же выводам, в частности, он говорит о том, что термины Кас или Касок относились не столько конкретно к адыгам или их предкам, а к группе народов, то есть это смешение, грубо говоря, как хазары использовали кочевое население для охраны своего пограничья. Пограничье шло по Кубани, по Дону, по Северному Донцу и сюда вот те народы, которые были им лояльны, они из них сделали такое, своего рода, солянку из служивых каких-то людей разных, разного этнического происхождения. Чаще всего это тюрки, потому что самые хазары были тюрки и адыги, ну, предки адыгов, в данном случае это зихи. И вот эта вся группа кочевая, вне зависимости от того, какого они происхождения были языка, то есть по принципу того, что они охраняли хазарские границы, их называли Касами или Касогами. Впрочем, ничего нового здесь нет, потому что впоследствии, в средневековье, в более новое время, термин черкес, он точно такую же судьбу испытал на себе, то есть черкесами могли называть не только, собственно, адыгов, а вообще, в принципе, тех, кто так или иначе находился на вот этой пограничье, как кочевники, так как группы, имевшие своих всадников, которые нанимались на службу. И в данном случае не исключение, что черкесами могли назвать и кумыков, например. Этот факт за свидетельством широко. В диаспоре турецкие турки долгое время не различали, в общем-то, кавказцев, называли всех черкесами, включая и осетин, и чеченцев. Кушей дагестанцев всех подряд. То есть чуть позже стали их разделять уже, конечно. Возвращаясь к Касогам, эта группа, она хорошо прослеживается, вот это вот деление внутреннее, мне очень хорошо прослеживается на могильниках. Например, на территории около Новороссийска, вот в могильнике Абрао-Дюрсо, в Дюрсо так и называется Борисовский могильник, там видны кремационные погребения, то есть сжигали своих умерших, да, и в урны клали. Это тюркская составляющая Касога. А рядом тут же захоронения в каменных ящиках. Самые обычные, типичные захоронения, в которых захороняли зихи своих умерших. То есть здесь мы видим общую группу и по этим захоронениям видим, что это этническое разделение внутри нее. Та же самая история произошла и на Северском Донце. Это вот восток современной Украины, где в Хазарской пограничье то же самое. Каменные ящики и вот эти вот захоронения, которые вкраплены в структуру этническую Алан и Болгар, которые там жили. Точнее, которые там службу несли Хазарскому каганату и проживали. И усложняет всю эту картину Хазарская методика переселений, то есть смешений этих групп внутри. То есть известно, что часть адыгоязычных вот этих Касогов была переселена Хазарами на Нижний Дон для охраны границ и там она проявляет себя. То есть Касоги это смесь преимущественно адыгов и тюрок внутри некой такой большой служилой кочевой группы на границе Хазарского каганата. И, к кстати, Олег Бубинок тоже высказывает уже довольно такое популярное нынче мнение о том, что, такую версию о том, что князь Русский Святослав, когда он от Матаракань шел, среди детей когда он бился, самом деле он бился на не на берегах Кубани, а на берегах Северского Донца, вот на востоке Украины, поскольку именно там впервые он столкнулся с Ясами и Касогами, вот именно как двумя этими служилыми группами. И именно там, скорее всего, были самые главные сражения. А уже дальше вот на Кубани он пришел как победитель этих двух групп, как их возглавлявший вождь, скажем так, князь. Четвертая глава книги посвящена Касогам в Южной Руси. Это как отдельное направление, в тот же примерном период времени, Матараканское княжество, чуть-чуть дальше, в Средневековье. То есть вопрос присутствия Касогского населения в Древней Руси. Здесь автор, на самом деле, говорит о том, что прямых свидетельств, прямых источников, говорящих о том, что Касоги переселялись в Древнюю Русь, ну, на Русь, нету. Но есть косвенные подтверждения этим признакам, в частности, например, надписи, которые находили на территории Киева, города Киева. Он же говорит, что множество источников и топонимика говорит о таком более массовом и более подтвержденном переселении Касогов в Черниговское княжество того самого Мстислава в то время, когда Мстислав владел и Тараканским княжеством. То есть, вот это та самая история, когда Мстислав пригласил дружину Касожскую для того, чтобы помочь в междоусобной борьбе. И когда победил, взял Черниговское княжество и забрал с собой этих дружинников. Жили они компактно, общинами, и переселялись туда группами. А вот в Киев как раз таки нет, туда индивидуально отдельные какие-то семьи попадали, и поэтому в Киеве они быстрее ассимилировались и почти не оставили по себе никаких следов. Как говорится, сначала теряют язык, потом берут чужие имена, а потом менталитет полностью меняется и происходит полная ассимиляция человека, народа, семьи. И в Киеве это хорошо видно, как он упоминал по надписи некого Дедильца, сына этому дараканского Касога, который оставил эту надпись на стене Святой Софии в Киеве. Там видно, что у него уже русское имя и так далее, там дальше меняется. То есть он уже такой русифицированный Касог. А вот Черниговские Касоги, они более закрыто, замкнуто жили, и, естественно, им потребовалось немало времени для того, чтобы они полностью там растворились. И, соответственно, больше следов они оставили на Черниговской земле. Ну и, собственно, почему летописи их не упоминают? Потому что вот эта закрытость, она не дала какого-то вклада в историю, скажем, в Древней Руси прямого, и поэтому летописи как-то о них и не писали. То есть серьёзная какая-то община, которая бы влияла на жизнь в Древней Руси, не сложилась у Касогов. Поэтому и слим не осталось. Пятая глава посвящена вопросам миграции адыгов в Днепрове во времена Золотой Орды и княжества Литовского. То есть это уже чуть позже, в 13-14 век. Очень многое в этой главе касается города Черкассы или Черкасска, как его сегодня называют. Вот это вот спор вечный вокруг его названия, вокруг происхождения. Казаки сняли на себя, адыги на себя или друг на друга. То есть здесь вот автор пытается разобраться в этой Чехарде, подобрав все источники, исследовав их и поняв, кому принадлежит это слово, откуда оно вообще взялось и почему. История, конечно, интересная, сложная и запутанная, но если вкратце, то каким выводом пришел автор, исходя из изучения огромного количества источников. Он говорит о том, что вероятнее, по его мнению, вероятнее всего на месте города Черкасс, Черкасска, существовал небольшой поселок, возможно, тех же самых Касогов, которые еще там оставались. Татары, как мы помним, называли адыгов и тюрок, очень многих, в том числе Черкес. Черкес, как такой всадник, как наемный всадник, по сути дела, такой конный наемник. Вероятно, когда пришли татары, Золотая Орда на эти территории, вот это население этого поселка получило по татарской традиции, по татаро-монгольской, название Черкес. Которая, возможно, исказилась в Черкасс, скорее всего, но позже. Пусть он забудет Черкес изначально. Постепенно поселок ассимилировался, исчез все. Стала исчезать память об этих людях, о том, что они черкесы, то есть они полностью стали ославянились, так сказать. Но при этом местность, в которой этот поселок находился, она, вероятно, получила название от поселка. Ну, довольно частная история, да. То есть, поселения уже нет, но называется Черкес, Черкассы, словом. Или Черкесы, словом, да. Местечко Черкесы. И в этом урочище строится чуть позже город, который к 15 веку становится очень важным таким стратегическим опорным пунктом в войне трех держав. То есть, Московского государства, Княжества Литовского, Речь Посполитая, и Османская империя. Еще плюс Крымская ханство здесь, да, как вассал. То есть, и через этот город очень многое проходит. Он становится гиперважным, таким пограничным между дремя империями, и поскольку он строится в этой местности, то просто перенимает за собой это название. То есть, город-то, в принципе, славянский, но по местности назван как Черкассы уже. Ну, возможно, тогда уже появилось это искажение. Но не факт. Поскольку город имел оборонное важное значение, в то время была, ну, началась уже активная практика, с 15 века началась активная практика найма, так и служила и конной охраной, которая позже стала называться словом Казак. Изначально, конечно, там были генуэзцы, итальянцы, как главные торговцы, татары. Чуть позже появляются уже адыги из Кабарды, об этом мы поговорим позже. И уже позже славяне, постепенно ставшие доминирующими компонентами. Так вот, эти казаки, расселявшиеся вокруг этого города Черкассы, стратегически важного, в совокупности стали как общность такая, называться как Черкасские, то есть по местности города. Как вот, московиты это жители московского царства, да, московского позже государства полноценного, то есть долгое же время их не русскими называемыми, а россиянами, а московиты. То есть, принадлежащие от Москвы, московские. Так же и здесь. Черкасские, то есть казаки по местности названы. В российских документах позже стали называть всех жителей Востока и центральной части современной от Украины, этих территорий, Черкассами. Именно по тому же самому принципу. Стоит, кстати, подчеркнуть, что в определенных кругах понимали разницу между славянскими Черкассами и, например, черкесскими Черкассами. Потому что в западноевропейских документах говорится, если говорится Черкасс, это подчеркивают славяне. Шестая глава, она органично продолжает эту тему и говорит о черкесо-украинских связях в эпоху Московского царства и Речи Посполитой. Чуть-чуть дальше по времени. Вот этот вопрос, этот период достаточно интересный для нас. В это время появляются на карте и в истории, в политических интригах, в документах появляются пятигорские Черкассы. Это кабардинцы, по сути дела, которые на тот момент, поскольку определенные контакты усилились, начали активно между собой общаться, скажем так. Особенно с Литвой. Их нанимать стали. В том числе они прекрасная наемная сила конная, которая в качестве наемников выступает внутри междоусобиц Османской империи, опять же тоже Речи Посполитой и Московского царства. И, естественно, эта узнаваемость и эта схожесть с вот этими вот проживавшими в Черкассах, жителями, которые по свойству тоже были конные такие наемники, то и они получают это имя Черкассы. Скорее всего, именно тогда происходит это искажение Черкассы, с Черкеса на Черкасс, связанное с вовлечением в эту вот среду кабардинцев. Однако автор указывает, что этот период, несмотря на то, что он такой бурный достаточно, по нему достаточно мало документов. То есть источники довольно скудные и есть целый ряд вопросов, которые возникают из того, что мы знаем, а ответить мы на них не можем. Вот, например, неизвестные истории о том, ушли ли какие-то представители западных адыгов, ну, например, Жаневцев, с Дмитрием Вишневецким. Это тот самый воевода, который был переманен Иваном Грозным со стороны Польши, от Речи Посполитой, поставлен на Кавказе для того, чтобы выполнять поручение Ивана Грозного. Он долгое время провел среди западных адыгов, объединял их, они вместе брали турецкие крепости на Тамане, Темрюк и Тамань. Для чего они брали? Для того, чтобы показать свою лояльность Ивану Грозному, для того, чтобы союзические отношения заключить с ним. Но не получилось, потому что для Ивана Грозного из-за начала Северной войны было важнее сохранить мир с Турцией, чтобы с юга удара не было. И он их, как бы так сказать, ими пожертвовал. И Дмитрий Вишневецкий, будучи у него на службе, это воспринял как такое предательство и ушел обратно в Речь Посполитую. Но у него была очень мощная, сформирована своя вот эта группа связей между разными князьями, орками западных адыгов в разных племенах, в которых он пользовался большим уважением. И они через него тоже изъявляли желание заключить союз с в Польше. В то время вот эти наемные группы Черкас, которые очень впечатляют местную вот эту элиту шляхтицкую, и потом почти на долгое время достаточно эта культура влияет на культуру Польши, появляются вот эти всадники, которые много копируют из кавказского, из кавказских привычек, одеяния, стиля вот этих, стиля войны и стиля снаряжения. То есть, как это называлось в Польше, влияние восточное, кавказское влияние на культуру именно рыцарства польского. То есть, в данном случае у нас много пока еще вопросов, и как сам автор подчеркивает, здесь большое поле для исследователей. То есть, еще неизведанные есть вопросы, которыми можно заниматься, потому что этот период дает им больше источников, просто нужно поработать, покопаться, поискать. Ну и седьмая глава, последняя, которую я уже сегодня упоминал, что мы к ней вернемся. Это исторические параллели в традиционной культуре Украины и северо-западного Кавказа. Почему возвращаемся к первой главе, в данном случае, здесь автор прослеживает культуру, то есть, постройку домов, прически, одежду, какие-то этнические, моральные типы поведения. И здесь действительно очень много похожего, в очень многом. Но всегда встает вопрос, что первичный. Когда эта похожесть появилась? В очень древнее время или это позднее какое-то влияние? С какой стороны это влияние? С Северного Причерноморья, на Кавказ или туда? Вот эти вопросы пока остаются открытыми, но опять же, это действительно фактор для будущих исследователей большой. И как бы, исследователи вообще культуры многих народов региона, да, вокруг Черного моря. Так что, действительно, достаточно интересно получилось. Книга большая, конечно, ее не просто осилит, она написана таким научным языком, то есть, в ней гигантское количество фактов, которые нужно осмысливать. Ее быстро так вот не прочитаешь. Подборка фактов огромна, их надо, как бы, понимать. И, ну, в любом случае, по этой теме мы знаем немного, уж тем более, книг. Мы знаем статей немного, неужели говоря уже о книгах. И поэтому, в данном случае, это такой пробный шар, очень хороший шар, на самом деле, в котором, вот эта книга, в которой собрана все это, вся эта информация. И для многих, может, это станет таким мотив, мотивацией, мотивом для того, чтобы заняться научной деятельностью и попробовать поискать, продолжить искать ответы на какие-то из заданных здесь вопросов, развивать эту тему. Не заниматься мифотворчеством, я подчеркиваю, а именно профессионально-научно искать, проверять факты и удостоверившись с них, говорить о них. А на этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы по этой книге, как ее достать, например, вы не знаете, что к Академии Эду, я могу вам написать чуть подробнее в комментариях. Ну, я ссылочку, в любом случае, оставлю в комментариях на эту книжку. Готов с вами обсудить разные вопросы по этой книге. Не забывайте, что недавно пришел свежий тираж книги, танцы, горы и каштановый мед. Можно ее уже сейчас заказать, получить в Краснодаре на руки или почтой могу отправить, это уж как вам удобней. В общем, комментируйте, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Не забывайте нажимать на колокольчик рядом с подпиской на видео для того, чтобы у вас вовремя приходили уведомления о свежих и новых видео на этом канале. Делитесь с друзьями и до новых встреч! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!